Здравствуйте, дорогие мои зрители! Вот и я пропадущая. Это вообще на неделю исчезло, можно сказать. Но, судя по моей улыбке, уже, наверное, заметили, что... Что, слава богу, что всё хорошо обошлось. И сейчас я... Знаете, я куда направляюсь? Я направляюсь за цветами. Сегодня 21 октября, у моей мамы день рождения. И день рождения у моей мамы, конечно же, в больнице. Вы сами знаете, что с ней произошло. Ой, это кошмар. Я, конечно же, всё сейчас по порядочку расскажу. И свой фильм начинаю из дома. Значит, у нас дождик. Это вообще, вы не представляете, льёт уже, наверное, два дня. Но я, как обычно, обязана просто в этот день маме сделать этот день незабываемый. Вот. У мамы два топорика, как она мне говорит. Я говорю, мам, тебе сколько исполнилось? Она два топорика. Вот. Не хочет говорить свои года. Поэтому я вам сейчас покажу, какая у нас погода. Иду за цветами. И... Опять у меня прекрасное настроение. Вот. Всё хорошо. Что я забыла? Самое главное сказать. Ну, это как всегда. Вот какие-нибудь, ну, чудеса у нас бывают в дни рождения. Значит, я сегодня встала, наверное, в пять... С пяти утра я уже не сплю, да? Думаю, позвоню-ка я маме. Самое первое. Ну, я же должна самая первая, как дочка, позвонить, поздравить. Именно в пять утра. Потому что я знаю, она там не спит, в больнице. Вот. Звоню у ней вне доступа сети. И вот, представляете, я ей звоню. Сейчас время уже десять часов утра. И я ей звоню на протяжении всего утра. У ней телефон вне доступа. И это, знаете, о чём говорит? Вот как она на даче была, я не могла с ней связаться. И у неё что-то вот с телефоном. На самом деле. И вот именно в день рождения у него такая вот фигня. Вот. Сейчас я еду срочно смотреть её телефон там в больнице. Потому что мне уже позвонил бывший муж, зять её, который хотел тоже поздравить. Вот. Многие, кто ей звонят, мне уже сюда звонят и на телефон. Вот. Как будто у меня день рождения. Вот. Сейчас я иду ей. Так. Сразу вам говорю. Сейчас мне напишут. Купи ей новый телефон. Новый телефон я покупать не буду. Во-первых, у неё есть старенький кнопочный. Она терпеть не может эти сенсоры. Вот. А кнопочный у неё новый. Прямо он в тумбочке лежит. И если сейчас я ей куплю сенсорный, она мне просто... Она мне просто примьёт. Ну, я маму знаю. Вот. Потому что мы денежку отложили на это... На мясо. Мы сейчас будем... Полкорову покупать. Ну, не полкоровы, а должны нам мясо с деревни привезти. И у меня деньги отложены. Так что я ей никаких телефонов покупать не буду. Она на этот сына телефон, который ей подарил, еле согласилась. Нет. Сейчас телефоны очень дорогие. Ну, куда? 15-20 тысяч нет. У нас зарплаты не такие, дорогие мои. Вот. Поэтому не пишите мне то, что я ей новый телефон сотовый не подарила. Я подарю то, что ей нужно. В первую прям очередь. А связь мы найдём зимой. Она не летом, чтобы уехать на дачу. И опять такая история была. Найдём мы с ней. Найдём мы ей хорошую связь. Вот. Думаю, вы меня поняли. Да, мои хорошие? Вот такая у нас погода. Ничего себе. Кап-кап-кап. Так. Красота. Сейчас пойду. Зонтик взяла. Вот так я выгляжу. Чужая. Здравствуйте. Чужие очки-то не сложила. Я одела платочек. Сейчас так модно. Не стала я никаких шапок одевать. Соседей полно. В общем, это... Да, соблюдаю моду. Стараюсь. Но не получается. А мне нравится такая погода. А вам? Когда дождик. Вот мой двор. Вот мой двор. Вот я показывала уже. Много раз. Вот мой двор. Вот такой дождик у нас. Так. Держатели телефона у меня. Стабилизаторы нет. Простите, пожалуйста. Уж. Так. Всё. Иду. Мне что мне надо? Мне надо купить цветы. И подарок маме. А я не знаю, что ей покупаться. Вот честно. Ой. Такие у нас магазины. Рядышком с моим домом. Вот малина. Кому интересно. Малина. Потом красные, белые. А вон написано цветы. Видно, да? Вот. Там работает мама. Одноклассница моего сына. Она хозяйка. Пойду-ка я с ней поговорю. Так. Требуется флорист. Вот её. Отдельчик такой симпатичный. Да. Ой. Красота какая. Здравствуйте, девушка. Ой. Сейчас. Так. Вот. Цветочки. Знаете, наверное, я хотела бы... А у вас есть прям вот... Вот. Вот такие в горшочке. Сколько они? 650. А хризантемы-то многолетние? Нет. Да, это уличные. Уличные, да? Угу. А это что за цветок? Это цукламен. Он доношенный? Чисто. Купила я мамочке... Ой. Хризантемки. Потому что... Вот такие вот. Потому что они будут дольше стоять. Так. Всё. Цветы куплены. Идём дальше за подарком. Какой подарок, я не знаю. Так. Ну что? Я стою в торговом центре. Купила маме подарок. Красивую, недешёвую. Ну, пижаму, можно сказать. Вот. Она, мне кажется, будет рада. Очень хороший новый привоз. Я говорю, так, мне, пожалуйста, посовременней. Мама у меня идёт на волне... На волне с модой. Поэтому она... Ну, давайте, последний вот привоз. У нас очень хорошие, красивые, качественные. Ой, ну, они все так говорят. Купила, короче. Красивую пижаму. Штанишки и с бантиками, со всеми там пижаму. Сейчас я отправляюсь с цветочками на остановку и к маме в больницу. Вот, дорогие мои. Моя мама, всё в порядке с ней. Вот. И сейчас маме я хочу подарок подарить. Подарок? Да. Очень скромный. Вот. Какое. А это что такое? Ну, я не знаю, что такое. А, обалдеть. Это тут знакомый работает санитарочкой. Или кто у нас там, мама? Она, ну, нет, она варча. Угу. Вот. И что там она тебе написала? Ну, там она мне пришла. Ага. Она принесла. Да? Сок. Какая палатка. Вот. Мама здесь вот у нас. Вот так вот. Так, ну, если что, я размоку меняю, мам. Правда. Давай раскрывай. Всё. А у меня ни одного звонка не было. Мама принимает поздравления. Неправильно был настроен телефон. У меня ни одного звонка не было. Да, сейчас самолёт включил. Там, оказывается, было. Я должна в самолёте слушать. А у меня он был включен. У меня не знаю. Выключил. Хорошо, корешка. Доченька, вот эта проводка. Ну, как ты в моём золоте? Одним властью, завтра другим. А я с ней когда буду расставать, пожалуйста. Слышите, да? Я только должна в самолёте лететь, а я не шпакала. Понимаешь? Я никак не могу поговорить. И говорит, мам, ты чем не отвечаешь? Она меня разбудила даже. Мамочку я переодела. Мам, ну-ка, садись. Вот она у меня стоит. В новом. В новом. О, прелесть просто. Ничего, нормально вроде так, да? Нормально? Мам, пятьдесят шестой размер. Пятьдесят шестой. Ещё больше думаете? Пятьдесят восьмой предлагали. Да. Вот сзади. Где? Как-то туго. Вот здесь вот декокетка. Как-то туговато. Туговато? Да. Точно туговато? Да. Ну что, на пятьдесят восьмой, что ли, все менять? Мам. Пятьдесят. Я всё встаю. Дочь пришла. Я всё жду, когда мама наговорит. Дочь пришла. Я всё мукурую. Я её слышала. Мама всё разговаривает. И она всё ходит. Дочь мне приезжала. Я учёшь, что не познакомилась. То есть я у вас продукт какой-то укупила. Она же могла привезти сразу. Десятый человек. Здравствуйте, дорогая. Оля, у меня не работал телефон. Дочь пришла и включила для него. Не работал телефон у меня. У меня не работал телефон. Разговариваем. Алло. Привет. Привет, патероксан. Нет, я в больнице. Нет. Меня не выписывали. И вчера сделали переливание. Никаких у меня улучшений не было. И вчера не приняли. В итоге, что вы думаете? Я ушла. Я с этими звонками, я их просто считала. Наверное, звонков 20 сильнее. Вы видели, да? Звонков 20 было. Стою на остановке. Звонков 20 было. Так, я уже на другой остановке приехала. Дождик так и моросит. Вот. В итоге ей всё-таки маловато пижама. И я вот сейчас иду поменять. Хотя взяла 56 размер на 58 поменять. Смотрите, у нас какие старинные здания. Красивые. Я живу в старом городе. У нас очень архитектура сохранилась. С тех времён. Ну, здесь, конечно, реставрируют. Но у нас очень красиво. Да? Смотрите, как классно. А в интернете можно даже фильм про Балакова посмотреть. Там один мальчик, такой блогер. Их он как хорошо про Балакова город рассказывает. Всё показывает. Прям молодец. Мне понравился фильм. Смотрите, какие у нас кирпичные дома. Классно, да? У нас их очень много. Вот. Ну, в итоге я про маму. Я настолько устала её ждать, когда она примет все звонки. Она как президент. Вот. Не могу зонт держать. И сумки. У меня ещё и мясо тут. В итоге я говорю, мам, до свидания. Я ухожу. Потому что это... Ну, мне надо успеть съездить, поменять размер. И она меня устала уговаривать. Значит, дала мне паспорт. Дала мне карту магазина продуктового. Чтобы я пошла, отоварилась в этот магазин. Потому что в день рождения у неё скидка. А скидка там, наверное, 10%. Ой. Я говорю, мам, я уже всё купила. Так. Ну что, я уже дома. Примчалась, можно сказать. По дороге я заехала опять в старый город. В центр торговый. И поменяла то, что я купила маме. Ей очень понравилось. Вы видели, да? Хорошая такая пижамка. Я ей специально купила пижамку. Потому что, когда она покупает сама пижамки, она в них ходит по городу. Вот такие они красивые. Такие они это... Ну, в общем-то, футболка там просто. И штанишки. Вот. И в итоге я ей купила настоящую пижаму. Вот. Всё. Ей очень понравилось. Я поменяла уже всё. 56-й на 58-й я поменяла. Ну что, дорогие мои. Зрители. Мои любимые подписчики, которые за мной наблюдают. Ещё раз здравствуйте. Вы уже видите, что я абсолютно в другом настроении. Просто другой человек. Правда? Я сама это замечаю. Ну просто, вот знаете, вот. Меня как вот... Когда с мамой было настолько плохо, меня как будто вот просто меня вот вырубили. Отрезали меня. Я не знаю. Это просто как будто не я была. Вот. 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 Ну что. Впервые было. И впервые я почувствовала... Вот вы представляете, я впервые почувствовала просто ужас. Вот. Я сейчас вспоминать не хочу. Я хочу вернуться в сегодняшний день. Сегодня моей мамочке день рождения. Вот. Я ещё раз хочу сказать вам. И на сегодняшний день ей уже, ей уже, конечно же, лучше. Сейчас я вам расскажу, что с ней произошло. Значит, за эту неделю, с каждым днём ей становилось всё хуже. И вы знаете, до сих пор, до сих пор врачи не могут найти причину её состояния, потому что её проверили всю. Ей сделали УЗИ брюшной полости. Ну, нашли, конечно, хронические всякие, ну, небольшие болячки, ну, там, типа панкреатита, ещё что-то. Я не буду перечислять, это, это не важно, это, вернее, не главное, разговаривая наперёд за бегу, я потому что разговаривала с врачом. Это не причина низкого гемоглобина, как они сказали. Вот. А также мама прошла гинеколога, также мама прошла УЗИ сердца ей делали, и многие ещё какие-то ей процедуры. Но в итоге, в итоге, это не причина низкого гемоглобина, как ей сказали. Вот. В итоге, можете себе представить, что ей вчера, это была пятница, ей делали переливание крови. Ей всё-таки сделали переливание крови. И сегодня, буквально, она стала другим человеком. Потому что я, переливание крови ей делали вчера днём, в пятницу. Вот. Сегодня уже суббота, вот, прошло ровно сутки. Вот знаете, как другой человек. Она настолько боялась этой процедуры, я, ну, говорю, мам, не бойся, потому что это, если решили это врачи, значит, это так надо. Какая причина, мы до сих пор не можем понять. И мама моя, она до сих пор думает, вернее, ну, не то, что думает, она прям уверена, что это от таблеток, которые ей выписали, вот, первые выписки в эпикризе. Я, конечно, в шоке. И вы представляете, я не знаю, то ли это совпадение, то ли это... Я не знаю этому объяснение, какое найти, но с кем она лежала в палате первый раз, вот, с женщинами, эти же женщины через некоторое время поступили за ней следом в больницу. Я не знаю, что думать, я не хочу обвинять кого-то, искать, искать что-то ужасное в этих лекарствах. Но это так. Ну, что сказать, я не знаю, что сказать. Конечно же, мы еще будем продолжать наблюдать за мамой. Вот, сейчас она продолжает лежать. Вот, но в итоге итог такой. Причину не могут найти низкого гемоглобина и падения давления. Вот, знаете, как будто она вот выпила эти волшебные лечебные пилюли, и просто человека вот как будто убили. И она медленно начала просто угасать. Ну, что мне еще думать, я не знаю. Вы не представляете, на неделе, на неделе, когда вот последний раз я с вами поговорила, это было когда, сегодня у нас суббота, это последний раз я с вами разговаривала, когда во вторник, что ли. Вот, маме было так плохо, так плохо ей было, что она уже прям еле говорила, вы представляете? Вот, и я, что со мной было? Это мне сейчас мама рассказывает, ты как вихрь ворвалась в эту больницу. Я не знаю, я даже не помню, каким образом я нашла заведующую. У меня в глазах помутнение было. Я заведующую нашла, врача, лечащего врача сразу, ее врача нашла. Она ворвалась в кабинет, ворвалась к ней в палату. В общем, всех на уши, говорит, ты там поставила. Ну да, я вот могу. Мне кажется, это каждый человек может. В итоге, мне врач все доложила про маму, что и что, что вообще с ней происходит. Я говорю, вы мне сразу говорите, потому что мою маму знают все. Она сейчас сама начнет, понимаете, она просто сейчас сама начнет. Не то, чтобы панику наводить. Просто ей все звонят и уже все-все знают, что Раиса Васильевна плохо. Вы мне скажите, что с ней. Она говорит, ну вы понимаете, мы ничего не скрываем. Мы ничего не скрываем. Вот передо мной история болезни. А, историю болезни сначала потеряли. В итоге эту историю болезни нашли на УЗИ, где делают брюшную полость. Брюшную, вот эту вот, всю. Я, знаете, бегаю туда-сюда, отвлекаюсь, потому что звонят по стационарному телефону. Он у нас еще есть. Мама вот, ну ни в какую она не хочет его отключать, привыкла. Ну, привычка наших родителей. Раньше же всегда такие телефоны были. Вот она, знаете, она не может с ним расстаться. И вот я подхожу, ей даже звонят бесконечно на этот телефон. Вот я туда-сюда бегаю. Опять вот столько хотела сказать и забываю. Ну, в общем, все хорошо на сегодняшний день. Слава Богу, все хорошо. Потому что, вы знаете, вот как будто полностью ей убрали, прочистили ее. Какую-то, я не знаю, может кровь действительно стала... Ну, она стала плохая кровь, потому что, знаете, какой гемоглобин был? 60. Я с врачом разговаривала, он говорит, у нее очень низкий гемоглобин. И вот они приняли такое решение с ней, такое сделать манипуляцию, почистить кровь, то есть переливание. Нашли четвертую положительную группу, у нее очень редкая кровь. Ну, сразу прям нашли ей. А вообще моя мама донор сама, вы представляете? И она говорит, вы скажите. Я, говорит, сразу, я только клик сделаю, сразу все найдут. Она ей говорит, ну, Раиса Васильевна, пожалуйста, не переживайте. С врачом я хорошо поговорила. Вы сами понимаете, как. Предупредила, что мою маму многие знают. Пожалуйста, будьте повнимательнее к моей маме. Да ну, ко всем, конечно, хочется, чтобы были повнимательны. Но к моей маме особое, чтобы было отношение. Вот. В этот раз мама уже, конечно, никаких творческих вечеров там не дает, потому что прям кошмар. Вот. Так, ну что еще сказать? Я, конечно же, тоже свою мамочку поздравляю с днем рождения. Она может даже увидеть это видео. Пусть смотрит. Вот. Она мне даже разрешила немножко в палате заснять, пока там никого не было. Ну, она одна была. Там вышли куда-то люди. Вот. Я хотела просто вам показать, что у меня с моей мамой все в порядке. Вот. Так. Ну, пока все. Сынок у меня работает. Устроился на работу. В КБ. Сокращенно. Все знают, что это такое. Вот. Стажировался сначала несколько дней. Сейчас уже он сколько? Ну, две недели уже работает. Сегодня суббота. Поэтому дома никого нет. И я быстрее-быстрее записать вам в спокойной обстановке, чтобы меня никто не дергал, никто не подслушивал. Вот. Я вам спокойно вот рассказываю про маму. Улыбка у меня с лица не сходит. Ну, потому что маме стало получше. Вот. Вот. Я вам тоже всего желаю самого хорошего. Чтобы не болели ваши родители. Чтобы все было хорошо. Пусть они подольше живут. Не дай бог. Да. Правда? На этой нотке хорошей я заканчиваю. Я пошла немножко что-то приготовлю вкусненькое. Потому что мама, ну, после переливания, она пьет только сок. И, наверное, ей захочется что-то вкусненькое. Потому что она сказала, что у меня давление уже другое. И я хочу что-то ей приготовить. Ну, мне кажется, должен все-таки аппетит-то появиться. Правда? Вот. Поэтому я пойду что-то приготовлю вкусненькое. И, может, даже и сегодня же съезжу вечером и отвезу ей. Вот. Такие дела. Много ее так поздравляют в палате. Просто звонок. Звонок за звонком. Ну, что. До свидания. Всего хорошего. Теперь я, конечно, оживаю. Оживаю. И теряться я больше не буду. Буду продолжать вести канал. Все хорошо. И вам желаю всего самого хорошего, мои дорогие зрители.